Здравствуйте, дорогие ребята, и это видео для оптимальной настройки буквально только что вышедшей The Witcher 3. Долгожданный хит года, игра года. Думаю, все со мной согласятся, что это игра года. Да и других претендентов, конкурентов нету. Да и в сексе Mass Effect, вероятно, выйдут в следующем году, а то и позже. Кто его знает, никто ничего конкретного не говорит. Да и как мы привыкли к переносам, ну, Witcher 3 перенесли три раза, GTA 5 вообще, ну, на PC его переносили. Так что, не знаю, это не важно. Короче, игра года, и игра года не у всех идет с нормальным FPS, с нормальной картинкой, потому что она сильно требовательна к железу, как и ожидалось, все знали. Конечно же, некоторые, как и я, надеялись, что игра будет требовательна к железу, как GTA 5, в смысле, будет идти даже на калькуляторах. Ну, не на калькуляторах, скорее, просто выдаст нормальный FPS в 40-50, а тут такого не случилось. Ну, в моем случае, у меня средняя сборка, вы можете это наблюдать в названии видео, описание, QTX750Ti, старый процессор Q9550, почти 4 ГГц, ну, код-вклад, нормальный прочь, 6 ГГц в оперативной памяти, и у меня игра выдает до 40-30 FPS, местами проседает до 30, ну, а то и ниже, ну, 26, как вы заметили, у меня выдало. Ну, это, не знаю, может, это будет исправлено в патче, но этого мы не знаем. Сразу перейдем к графическим настройкам, которые я выставил, которые я посмотрел еще на форумах. Сами разработчики выставили описание графических настройках, то есть, какие опции на что влияют, как влияют на производительность и качество картинки. Размытие сразу вырубаем, это сильно влияет на производительность, да и оно никому, в принципе, не нужно. Сглаживание я советую включить, в смысле, это дело, в принципе, вкуса, это сглаживание сглаживает края объектов, то есть, это сглаживание для геометрии объектов, можете включить, можете вырубить, она не сильно так влияет на качество сглаживания, как такового, да и, в принципе, перерост где-то 3-4 FPS, это может вам помочь, можете вырубить, особо с ним возиться не на это свечение, ни на что не влияет, в принципе, может чутка на качество картинки, можете его оставить. Повышенная четкость выдаёт пару FPS, если вырубить, а так в качестве не сильно так влияет. Ambient Occlusion, лучи можно сразу смело вырубать, здесь игра и так выдаёт такие яркие, красочные пейзажи с лучами, светом, с God Light, там лучи через, сквозь листья и ветки, и деревья, всё и так красиво выглядит без этой опции, зато она сильно жрёт FPS, до 10 FPS может проседать, так что вырубайте смело. Дальше, глубина кадра, хроматическая аберрация, винетирование, всё это можете оставить исключённым, на производительность это не влияет, но может повлиять на качество картинки, так что вырубаем. Что-то у меня поглагивает, не пойму почему. Ладно, это было что-то впервые такое. Дальше, общие графические настройки. Вертикальная синхронизация даёт прирост пару FPS, ну там немного чутка, но без вертикальной синхронизации начинаются какие-то лаги, подтормаживание картинки регулярные, постоянные, так сказать. Так что я её оставил включённой, нафиг порой FPS прироста, лучше нормальная стабильная картинка. Дальше, ну, можете, конечно же, в любом случае изменить разрешение, но на низком разрешении всё выглядит довольно печально, так что лучшее родное разрешение монитора понижать вообще не стоит. Если, конечно же, вам не в моготу и сильно низкий FPS, ну, это уже ваше дело. Сразу скажу, самая требовательная к железу опция, которая прям жрёт 15 FPS, прям просто так, сильно подтормаживает, это опция для анимации качества волос персонажей. Ну, тут есть, как вы заметите, отдельно для Геральта опция, только для волос Геральта и для всех. Я её вообще вырубил, волосы и так выглядит просто прекрасно, анимация очень красивая, норм, всё прекрасно и без этого опции. И плюс 15 FPS, стабильная картинка, так что вырубаем смело. Число персонажей, вырубаем качество теней, ну, в смысле, низкое, низкое, и на низких тенях всё очень даже красиво. Ну, качество рельефа уже даже на ваш вкус. На низких тоже выглядит не печально выглядеть, но я поставил на высокий, не потому что это сильно влияет на качество картинки, но просто я могу выставить высокий, на FPS это не сильно влияет. Качество воды тоже травы смело ставим низкое, это не сильно влияет на качество графики, на воды и травы вообще ничуть, ничуть. Вот тут главное, качество текстур, ультра или высокие, не влияет как таковое сильно на качество картинки, только если у вас там 4К экран топового железа, можете, в смысле, обязаны ставить на ультра даже. Ну, а так, если у вас 2 гига видеопамяти, ставьте высокое, если ниже, ну, среднее. Хотя, не думаю, что у вас может быть ниже 2 гига, но это уже меня не касается. Это ваше дело, как и у вас железо. 1 гигабайт среднее, 2 гига высокое, большее запредельное. Запомните. Дальность видимости растительности это, ну, и на низких и так прорисовывается все нормально, не надо, чтобы трава и кустики там прорисовывались на километр, так что низкое очень даже нормально. Качество детализации, само собой, четкость детализации объектов, я поставил на высокий, потому что иначе все печально выглядит. На производительности это не сильно влияет, там 5-4 FPS, так что высокая норм, можно поставить на высокий ради качества картинки. Аппаратный курсор вообще ни на что не влияет, это неважная настройка. И далее покажу еще одну опцию. Опция находится в конфигурационном файле в папке сейвов игры моих документов. Так, документы, это Witcher 3. Просто заходим в папку, открывается User Settings файл через блокнот, она у меня уже открыта. Находим опцию Foliage Max Visibility Dev. Она, ну, можете вбить в поискобик, но этого не надо, она находится в самом конце. Она тоже влияет сильно на производительность, зависит от нее четкость картинки. На низких значениях картинка более размыленная, такая менее четкая, но зато, если вам надо, там, не знаю, выдают немало, так, 5-6 FPS. Изначально у меня стояло на 4, это ультра, 2 это среднее. На единицу будет, ну, думаю, плачевно, я не проверял, но не стоит, думаю, ставить на одну, в смысле на единицу значение. Ну, это уже, в принципе, ваше дело, можете проверить, может, вам это нормально будет, не сильно отвратительно и плохо, печально. Можете попробовать более низкие, но эта опция тоже сильно влияет на производительность. Можете попробовать значение до 4, ну, до 0, думаю, ставить вообще не стоит. Можете попробовать на одном, но, может, для вас будет нормально, да и прироста производительности обязательно будет. Вот и все. Вот и все мои настройки. Ну, еще немного могу показать игру, как у меня все выглядит, как вы замечаете, все просто великолепно, качество картинки очень даже, очень даже, очень-очень-очень, да, прекрасно все, потому что, скорее, не средние настройки, а высокие, ближе к высоким, так что, игру выглядит отлично, как вы можете заметить, вода, качество воды, ну, и так нормально, все красиво, гамма, волны, блестят, журчит, века, ну, низкие, это низкое качество, высокое не надо, все и так красиво выглядит, прекрасно, очаровательно, ну, вот я тут могу побегать, и это еще не открытое пространство, я, конечно, в большом городе не побывал, тут просто маленькая деревушка, ну, и тут объектов хватает для сравнения, потому что, ну, много хижин, народу немало, в принципе, в большом городе разницы в FPS не сильно будет, потому что прорисовка, в принципе, объектов зависит от поля зрения, так что там, в большом городе не весь большой город будет прорисовываться перед грозами, так что, думаю, разницы совершенно не будет, тут тоже такое населенное местечко, вот и все, вы увидели мои настройки, я рассказал, что на что влияет, что может понадобиться, а что нет, что можете настроить по вашему вкусу, это было видео-гайд для оптимальности настройки игры, всем спасибо за просмотр, приятного геймплея вам, удачного, надеюсь, вам всем игра понравилась, мне она очень понравилась, но думаю, вас это не волнует, всем пофигу, мне тоже пофигу, спасибо за просмотр, всем удачи, пока.